Секреты красоты. Зои Кравец об уходе за кожей и макияже в летнее время. Привет, я Зои Кравец, и сегодня я буду делать всякое с лицом. Сперва я умоюсь вот этим тыквенным средством. Ронжа Эллисон. Пахнет божественно. Потру его в руках, чтобы хорошо вспенилось. Средство для умывания. Я всегда очень увлекалась уходом. Брала пример с мамы. Впрочем, и с папой тоже. Мама всегда разбиралась в средствах. Особенно в органических. И в косметологии тоже. И да, я верю, что красота идет изнутри. От здоровья, от еды, от ухода за кожей, заботы о себе, чистой воды. И тогда макияж будет нужен не чтобы что-то скрывать, а чтобы подчеркивать. Пора смывать средства. Теперь мое лицо чистое. Дальше возьму сыворотку Ретруве. Очень люблю ее. И все продукты бренда. Летом особенно нужна легкая сыворотка. Ладно, погнали. Сыворотка. Мои родители оба работают в сфере развлечений. Оба хотят хорошо выглядеть. И всегда хотели, чтобы я заботилась о себе. Заботилась о своей коже. Следили, чтобы я разбиралась в ингредиентах, в средствах и продуктах. Во всем таком. Мы с мамой постоянно делимся приглянувшимися средствами. Теперь я распыляю на лицо спрей Кадали. Он помогает сохранить кожу увлажненной, между сыворотками и прочим. Он приятный, мятный, очень освежает. Мист для лица. Итак, сейчас лето. На улице жарко, и мне нужен крем с SPF. Ведь это важная часть ухода за кожей. Этот бренд, Айсан, просто чудо. Люблю их масло Санскрин. Оно подходит для лица и для тела. Я фанат запахов. Люблю вдыхать различные ароматы. Когда что-то очень вкусно пахнет, меня это очень радует. Это средство пахнет чем-то вроде арахисового масла. Не знаю, оно очень-очень вкусно. Вот столько хватит. Тут важно не переборщить. Может не впитаться. Тонкий слой. Санскрин. Я не всегда наносила санскрин. Я только недавно взяла это за правило. У меня есть веснушки. Люблю их. Но их становится всё больше. И я стараюсь избегать вреда для кожи. Я живу в Нью-Йорке. И хожу по улицам целыми днями. И однажды я поняла, что по 12 часов пекусь на солнце. Так что очень важно защищать кожу. Я верю, что здоровье идёт от диеты, упражнений, воды. Стараюсь пить много воды. Об этом очень легко забыть. Ещё думаю, что важен баланс. Важны радость, счастье и смех. Это влияет на внешность и самочувствие. Сауну тоже люблю. Люблю хорошенько пропотеть. Думаю, это помогает телу функционировать. К вопросу о здоровье изнутри. Мы с матерью стараемся раз в год проходить 30-дневную очистку Шульца. Это программа очистки различных органов. Кишечника, печени, почек, желчного пузыря и снова кишечника. Очень приятно устраивать тело и перезагрузку раз в год. Если вы не готовы на это ничего, можете недельку поесть сырой натуральной еды. Это поможет телу расслабиться, ведь оно вынуждено вечно перерабатывать то, что мы в него кладём. Так что полезно порой дать своему нутру отпуск. Крем для век. Люблю крем для век. Люблю свои глаза и кожу под ними. Она тонкая и нежная. Крем для век. В юности у меня было акне. Много прыщей по всему лбу. И на щеках. Прыщи ещё вскакивают, случается. Пусть я и редко сильно крашусь, но я живу в Нью-Йорке. Здесь столько загрязнений, столько дерьма в воздухе. И сколько бы времени ни было, и как бы я ни провела вечер, я умою лицо. Это свято. Итак, между уходом и макияжем я воспользуюсь дезодорантом бренда Milk & Honey. И я прошла долгий путь в поисках натурального дезодоранта, ведь они часто не работают. Но я не хочу наносить алюминий на свои лимфоузлы и на грудь. Это очень-очень вредно. Куда лучше подобрать натуральный дезодорант? И этот один из немногих работает. По-настоящему. Держится весь день и дивно пахнет. Нанесу чуть-чуть на руку. И сделаю так. Дезодорант. Вотру в кожу подмышками. Вот так. Теперь я нанесу праймер Fenty. Привет, бунтарки Рири. Ты ведь очень крутая. Хотела бы я быть тобой. После сывороток и всего такого. Моя кожа сияет. Это классно, но кое-где мне блеск не нравится. Нужно придать матовость. Его нужно немного, совсем чуть-чуть, особенно под макияж, чтобы не скатался. Праймер. Дальше я нанесу немного консилера. На каждый день я не ношу тональную основу. Но мне важно выровнять тон кожи. Это тушекла. Люблю его за то, что он светлый. Помогает высветлить нужные зоны. Чтобы не нанести лишнего, выдавлю на руку. Консилер Еще этот консилер очень помогает замаскировать мелкие изъяны. Я начала краситься, когда мне было лет 14-15. Мама пыталась отсрочить этот момент. Но я очень хотела. Еще я очень сильно выщипала брови в 15 лет. Мама наорала на меня. Храни ее, бог. Сказала, что если я еще хоть раз трону брови, она сильно разозлится. Я ей благодарна, ведь я люблю свои брови. Они классные и густые. И они отросли. Мне очень повезло. Я раньше жила в Майами, и там был в ходу странный тренд. Гелевая синяя подводка на верхнем веке. И я в 15 лет ходила с тонкими бровями и синей полосой через все века. Тот еще был видок. Брови. Карандаш для бровей и в Сен-Лоран Кутюр. И им я заполню пустоты. Я начну с середины, а не с начала, чтобы контролировать форму и не слишком утяжелить начало брови. Карандаш для бровей. Люблю макияж. Люблю наносить его. Считаю это видом искусства. Я люблю красные губы. Их люди всегда заметят. Но люблю и множество мелких трюков. Приятно, когда люди не знают, накрашены ли ты. Есть всякие фокусы с лицом, с глазами. Люблю пофокусничать. Существует много видов макияжа. И каждый находит собственный стиль. Но я всегда говорю людям, я это часто повторяю, подчеркивайте свои достоинства, но не пытайтесь изменить все лицо. Изменить его форму. Хотя порой это весело, но... Все мы по-своему красивы. Щеточка для бровей. Теперь я нанесу немного подводки. Люблю эту подводку. Это корейский бренд. Думаю, это читается чхондом. Я люблю ее за то, что она очень тонкая. Так легче управлять процессом. Нас ждет небольшое приключение. Я не веду вдоль всего века. Я начну где-то отсюда. Подводка. И затем я... Так я и делаю. Слегка стираю стрелку. Просто пальцем. Кончик выходит более... острым. Итак, я сделала маленькие стрелки. Это освежает взгляд. Но можно и чуть провести по влажному краю. Это классно смотрится на утро. О, красиво. Ведь подводка слегка стирается. Мне даже нравится, когда она чуть сползает. Стрелки смотрятся более естественно, когда они идут слишком далеко. Не уходят наверх. Я просто хочу сделать глаза чуть больше. Слегка приоткрыть. Возьму румяна. Санкист нюд стикс. У них кремовая текстура. Не знаю, зачем я сперва наношу все на руку. Просто чтобы не переборщить со средством. Сохранить контроль. Теперь улыбнусь. Улыбнусь вот так. И нанесу чуть-чуть. Румяна. Прямо на щёчки. Тени для век. И ещё чуть-чуть на верхние века. Мне очень нравится, когда веки того же цвета, что и щёки. Вид становится естественным. Сообразным. Будто бы кожа сама такого цвета. Это средство, правда, придаёт естественный румянец. И, конечно, кисти. Это круто, но я люблю многое наносить пальцами. Теперь нанесу немного хайлайтера. Возьму дивное средство бренда Pet Magrat. Люблю тебя, Pet. Итак, хайлайтер. Я нанесу совсем чуть-чуть на скулы. Хайлайтер. И ещё маленький штрих. Люблю наносить капельку хайлайтера в уголки глаз. Что мне нравится в этом стике? С другой стороны у него бальзам. И можно пройтись бальзамом поверх хайлайтера. Он смешивается, делает вид менее сухим. Усиливает эффект хайлайтера. Думаю, я нанесу ещё немного праймера Fenty. Вот в эту зону. Капельку. Думаю, повседневный макияж без макияжа очень подходит мне. Во многом из-за работы. Я часто играю женщин, которые не красятся. Но мне всё равно нужно хорошо выглядеть. И в «Фанатике», и в «Большой маленькой лжи». Потрясающий визажист творила дивный макияж без макияжа. Это здорово, ведь это подходило моим героиням. И при этом очень хорошо смотрелось. Отчасти поэтому я так полюбила этот стиль макияжа. Хотя на съёмках «Большой маленькой лжи» я завидовала. Рис и Николь. Шеллин там тоже почти не красили. Ещё Лори. Они там все роскошно выглядели. И я такая, я тоже так хочу. Теперь перейдём к губам. Начну с карандаша для губ. Это карандаш Марк Джейкобс. Карандаш для губ. Моя техника – проводить мягкую линию и наращивать толщину, а не просто провести чёткий контур. Мне кажется, лучше нарастить. Очень люблю пухлые губы. Люблю делать губы чуть полнее. Больше подчеркну самый низ, а не лук Купидона. Теперь чуть поднимусь и заполню центр губы. Это помогает придать форму. Но затем слегка всё растушую, ведь я не люблю чёткие линии. Возьму матовую помаду «Слим Радикал» и «Всен Лоран». А раз у нас повседневный макияж, пусть будет приятный розовый цвет. Опять же, я её просто слегка вобью. Помада Я умею делать макияж где угодно. Это полезно в Нью-Йорке. Я делала макияж и на веранде, и в плохо освещённой ванной. Теперь ещё раз чуть-чуть пройдусь карандашом. Возьму немного кокосового масла и нанесу его на волосы. Кокосовое масло Темнокожим девочкам важно увлажнять волосы. И ещё я нанесу его буквально на всё тело. В плане волос я прошла очень долгий путь. Думаю, у многих смуглых девушек есть с этим сложности. У смуглых людей. Нас научили ненавидеть свои волосы. Раньше я выпрямляла волосы. Это очень вредно. Они становились ломкими. И, думаю, в итоге это смотрелось забавно. На мне. А ещё они начинали торчать довольно быстро. Так что косички – отличный способ уберечь волосы. Так их можно по-разному уложить, при этом не заливая всякой химией. А в фильмах, в которых я снимаюсь, я... Ношу парики. Я убираю волосы, надеваю парик. Та-дам! Под конец нанесу духи. Ведь я очень люблю запахи. Я выберу новый Блэк Опиум. Экстрим. Духи. Дивный запах. Я нанесла их прямо на тело, хотя обычно я делаю вот так. Да-да. Пока запах остался на запястьях, проведу ими по волосам. Дивно выгляжу, чувствую себя и пахну. Спасибо большое, что смотрели мои «Уход за кожей» и макияж. Всем хорошего дня. Пока.